От пациентки. 30-31 декабря изменил форму левый глаз, закинуло вправо, 1 января, головокружение, двоение в глазах, далее общая слабость, нарушение тактильных ощущений, апноэ, по зрению, сначала закрылся левый глаз, глаза открывает только по просьбе, видит только свет и очертания, далее не открывает, дыхательная недостаточность, сейчас на аппарате ALF, была кома неясного генеза, сейчас в сознании, но динамики пока нет, сомнения по диагнозу. Лечит ботулизм, хотя инфекционная больница ботулизма отрицает на основании анализов и анамнеза. Помогите спасти маму. По данным МРТ за 2016 год, есть пасть инсультные изменения левой большой гемисферю. Добавьте к симптомам, пожалуйста, изменение голоса, стал низким, потом перешел в шепот, откашливаться не могла, речь по сознанию ясная, но малопонятная. МРТ сделать не можем, так как на аппарате ALF. Спасибо. Описание представленных катетомограмм пациентки 72 лет от 15 января 2020 года. Область исследования — головной мозг. Контрастное усиление не проводилось. Проведено МСКОДА исследования головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суп- и супротентериальных структур головного мозга. Справа в сегменте М4 выявлен участок снижения плотности вещества головного до плюс 24 плюс 27 Хаунсфилда, размером 8 на 6 мм, слева в сегментах М1 и Л участки размерами 27 на 20 мм, в сегменте Ай размером 17 на 9 мм, нативной плотности плюс 17 плюс 23 Хаунсфилда. Определяется повышение плотности в левой среднемозговой артерии до плюс 47 плюс 56 Хаунсфилда. В сегментах В4 выраженный кальциноз позвоночных артерий, больше слева, область турецкого седла не изменена, цистерны основания мозга не расширены, срединные структуры мозга не смещены, желудочковая система мозга, третий желудочек умеренно расширен, боковые желудочки симметрично умеренно расширены, перевентрикулярно, очагили и кориоза, субарахноидальные пространства и борозды мозга умеренно расширены. Кости свода и основания черепа не изменены, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. В сегментах В4 выраженный кальциноз позвоночных артерий, больше слева, слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметрично. КТ признаки отека гайморовых пазух, воздухоносных клеток решетчатого лабиринта правая половина основной пазухи субтотально заполнена содержимым. Интубационная трубка стоит правильно. Заключение КТ, картина ОНК по ишемическому типу, в бассейне ПСМА, СПП-9, постишемические изменения в бассейне ЛСМА, КТ признаки дисцееркуляторной энцефалопатии, атеросклероз позвоночных артерий, полисинусит. Для уточнения диагноза рекомендовано КТ с контрастом, врач-рентгенолог, КМН, Котов Максим Анатольевич, заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус, ассистент кафедры лучевой диагностики Северо-Западного государственного медицинского университета ИМ, Емечникова. Комментарий врача-рентгенолога. На представленных томограммах видны изменения головного мозга в связи с сосудистыми изменениями. Слева, видны участки перенесенных ранее инсультов, на этом фоне справа виден участок свежего инсульта, он небольшой, до сантиметра в диаметре. Уточнить диагноз поможет КТ с контрастированием, лучше КТ-перфузия, и затем лечение у невролога. Субтитры создавал DimaTorzok